В прошлый раз мы остановились на том, что, во-первых, познакомились с замечательными штатиками, как О, Гм, 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 Гм. И придумали просто алгоритм сортировки за О, Н2. Домашним заданием мы чуть-чуть по-жутко говорим. Прошла неделя, что-то вытряслось, какое-то понимание появилось, давайте чуть-чуть подробнее поговорим. Важный, как я даже сказал, основной. А именно то, что если у нас есть какой-то многочлен, Н2, Н, Гм, Гм, Гм. Н2, Н3, Н4, Н4, В, Гм. Ну, вот карта, которыйWhatsch 1, у нас есть 1, и он кричит по-жуткою. У нас есть 1, Н0. Вот такая штука является О, большой, Н, Гм. Что означает это утверждение? Это утверждение означает то, что если у нас алгоритм выполняется за некое полиномиальное число шагов, то есть число шагов является многочленом от длины входных данных, то значит мы все можем сбросить, кроме 106. То есть на всю вот эту часть мы одноразуем сразу, и вот этот коэффициент, на него нам тоже плевать. То есть единственное, что нам важно, это 106. Понятно, да? Это очень, конечно, полагающая вещь при анализе алгоритма. Давайте попробуем доказать. Знакомо ли вам понятие математической интуиции? Все знают, все слышали. Ну, естественно, доказывать мы это будем в терминах математической индукции. База индукции у нас очень простая. Кажется, это определение, что константа является большим единицей. Хорошо, с базой разобрались. Теперь индукционный переход. Вот, у нас есть утверждение, что АК НК-1. Так. Хотим доказать ну, собственно, основное утверждение, исходя из вот этого. Что нам дает это утверждение? Утверждение нам дает, что по определению большого, что, значит, соответственно, существует такая c и такое n нулевое, что для любого n больше n нулевого. Доска очень маленькая, поэтому я не буду можно переписывать, иначе мы просто не поместимся. Вот я вот здесь вот смотрю. Вот. Любого n на любого. Вот это вот, что будет меньше, чем c умножить на n НК-1. Правильно? Что это значит? Что также из вот этого следует, что есть наш многочлен полностью. Давайте тоже не будем переписывать, очень у нас мало места, к сожалению, подаем его в п. Вот. Меньше либо равен, чем kt n в k плюс c n в k-1. так. Хочется доказать, что он меньше либо равен, чем c на n в k-1. Давайте сократим на n в k-1. с первой. Это у нас уйдет, это у нас уйдет, это у нас уйдет. С какого-то момента мы хотим, чтобы вот эта вот штука стала меньше какой-то константа умножить на n. давайте ну всем очевидно, почему это так формально. Может кто-то придумает доказательство. Ну вот какое c нулевое и какое n нулевое в данном случае можно взять, чтобы вот эта штука всегда была меньше бы равна этой штыке. n нулевое равна. Ну, все на самом деле очень просто. n нулевое мы можем взять за c, тогда вот эта вот штука всегда будет вот эта вот по линейной так сказать в речне при n больше либо равных c он будет меньше либо рая, чем а а к умножить на n плюс n правильно, потому что n больше чем c что в свою очередь равно а к плюс 1 умножить на n правильно, мы получили константу умножить на n все, индукционный биткоц это не доказано, таким образом мы видим, что утверждение верно. Это всем понятно? Да. А я буду задавать идиотские вопросы. Пожалуйста. О чем это все? Да, ну, мы что-то прошлую ред-лекцию пропустил, поэтому ну что такое биткоц ты знаешь? Такое лобольфе. А, вот он, и че михалыч. Смотри. Короче, анализы алгоритмов мы очень не хотим оперировать большими вычислениями. Мы, в принципе, очень ленивые и хотим придумать какую-нибудь такую штуку, которая позволит нам достаточно точно оценивать скорость выполнения алгоритма от длины выходных данных. Но при этом будет достаточно легкой для проявления математических операций, оценки и размера и так далее. Вот. Поэтому придумали такую штуку, как О большое. Вот. Определение в прошлый раз не выдавал. Вот. Что функция одна является О большое другой. Если существуют такие Н нулевое и С, что для любого Н больше Н нулевого Ф от Н меньше либо равно чем С умножить на Ж от Н. Ну, формальное определение понятно, что это значит на человеческом языке, это значит, что начиная с какого-то момента эта штука будет меньше этой штуки. То есть она начиная с какого-то момента ограничена вот этой штукой. Совсем на человеческом языке это означает, что вот эта функция растет не быстрее, чем эта функция. Вот. Есть более строгое обозначение это Омега да, Дж ой, омега это Дж вот. определение как бы сегодня можно там есть. Ну, короче, суть в том, что она зажата между ограниченной снизу и сверху. Ну, потому что иначе мы можем сказать, что там Н в квадрате есть О большое от Н в Н. да, но это будет правда, это, естественно, ограничено сверху. Вот. Ну, в большинстве случаев, когда мы говорим об О большое, мы подразумеваем это большое. Вот. Теперь понятно, о чем все это? То есть задача в том, что мы пытаемся оценить, ну, разобраться с инструментом оценки сложности алгоритма. В прошлом утверждение понятно, что если у нас есть длино, мы можем все выбросить, оставить только левую часть. Все, теперь понятно. Отлично. Давайте теперь еще одну штуку докажем, что же немаловременно плажено, а именно, что... Ну, то есть, что мы можем все отбросить кроме высшей степени понятно, теперь докажем, что высшую степень нам все равно придется отставить, да? Вот. проявлено, что n в катый не является обоим большим от n в к минус 1. Если у нас n есть в какой-то степени, ниже этой степени, никогда не опустимся. Как мы будем это доказывать? Доказывать мы это будем от противного. а это предположим, что n в катый, пусть n в катый все же равно. Вот. n в к минус 1. Положили. Первый шаг доказательства. Теперь я бы хотел, чтобы кто-нибудь здесь присутствующий вышел в доске и попытался вывести все оставшиеся. Ну, как бы что доказывать надо от противного это остальная мысль. Все остальное достаточно технично. Просто на внимание и зрение. Кто-нибудь не готов пожертвовать с собой ради науки? Кто-нибудь алиэк? Ладно, давайте в этот раз еще раз покажу, как это все работает. Опять же, так же, как в прошлый раз. Всего-навсего нам надо выписать определение. У нас есть определение, мы пытаемся что-то доказать. Что значит, что n в катый является обращение от n в 3 минус 1? Это значит, что есть такие c, n нулевое, что при n больше, чем n нулевое, n в катый должно быть меньше либо равно чем c умножить на n в к минус 1. Так? Правильно? Что мы делаем? Мы сокращаем n в к минус 1. Получается, что при всех n больше n нулевого, n меньше либо равно, чем некая константа. Кажется, это неправда. Таким образом, предварящее получили, и когда-то сопротивление у нас работало. Понятно, да? Давайте пойдем чуть дальше. 2 в степени n плюс 10 равно O в степени n. Почему? 2 в степени n плюс 10 это будет 2 в степени n умножить на 2 в степени 10, а 2 в степени 10 это вроде как константа при многое... Да, она съестся, и все будет прекрасно. Отлично. Действительно так. Вопрос. Можно алгоритм разделить и 10 в степени? Ну, равно ли? Это вопрос. В предыдущий раз я сказал, что равно, в этот раз спрашиваю. Нет, нет, есть подвох. Конечно же нет. Потому что вот эта штука это на самом деле 2 2 в степени 10. Опять же, пользуясь ровно таким же доказательством, как в прошлый раз, мы упрекаемся так же по-творечи. Теперь давайте все-таки кто-нибудь что-нибудь напишет. Очень хочется просто понять, увидеть, поняли ли вы, как это все устроено или нет. Я не просто так пытаюсь добиться. На примере. На примере. Ну вот, давайте сейчас здесь логарифм логарифм от n ну пусть будет опять же умножить на 10. Вопрос. Туда же давайте сразу вот так вот сделаем вот так вот я сделаю. А, теперь здесь есть и их вот три таких утверждения. Какое из них вернет? Да. Давайте попробуем доказать это все. Есть определение, его абсолютно достаточно для того, чтобы доказать. в нашем случае исключительно нужен метод от противного. Все. Индукция здесь больше нигде не нужна, ничего придумывать особо не надо. Вот. Либо напрямую по определению, либо от противного, если хотите опровергнуть. Давайте попробуем. вот три равенства. Нет, на самом деле, ну правда, у нас оценок никаких нет. Это вообще ни на что не влияет. Просто исключительно речь идет о том, что попробовать, вот пощупать его. Я попробую. Да, первая, конечно, правда. Так. Маркер. Я не знаю, но я попробую. Так. Значит, если у нас два степени n-а здесь училась n-а, да? Это любите. Пробуйте просто по определению. Вот здесь тут такое вот... Как логарифм устроен, понятно, да? И у вас новые свойства? Логарифм, значит, но подъединение алгоритм равно же сумме. Логарифм, значит, это будет алгоритм. n плюс алгоритм 10, понятно? Да. Вот. И это будет равно n. n, ну все правильно. Это константа получается? Да, она съезжается, естественно. Да, будет отлично. Все, это разница получилась. Следующее. Да, вот алгоритм. n плюс 10. Это будет алгоритм 10, ну... А, да. Глю не распрывается. Да, да, я сейчас... Он не распрывается никак. Здесь надо чуть-чуть чуть-чуть разголенуться, чтобы получиться. А, это получается у нас алгоритм n плюс 10, а тут алгоритм n. То есть вот эта n, ну как бы она не равна n плюс 10. Она не равна, это, конечно. Ну вот, я же понимаю, не получится от этого. Нет, на самом деле все получится. Нам же не нужно равенство, нам нужно, чтобы с какого-то момента оно было меньше, чем константа умножить на вот это. Просто по определению попробуем раскрыть. Нам надо найти момент, с которого оно будет меньше и константа. Ну, какой здесь можно взять момент? Плюс это, что у нас, например, здесь уже есть разогранный предыдущий случай, где мы умножаем. И мы вот в предыдущих догадательствах уже проделывали ровно такую же историю, как надо сделать здесь. Ну, надо его разложить, правильно? В любом случае. Нет, распадывать его не надо. Надо свести вот эту задачу к предыдущей каким-то образом. у нас есть инструмент, что мы можем n передвинуть куда-нибудь далеко. Мы можем представить такой алгарифм n, которому можно предпочитать какой-то алгарифм и получить алгарифм, значение которого равно этому алгарифму. Да, при каком n? Ну, не равно, но отличается умножением на константу. При каком n или прибавлением константа снаружи? При каком n вот эту штуку можно из нее как-то выделить алгарифм n? Присоет, что мы умеем его выделять при умножении константа. При алгарифме не данном нулю? Ой, якутина. n На самом деле при n равном 10. Тогда эта штука превращается в 2n. То есть мы точно знаем, что при n больше 10 логарифм от n плюс 10 меньше, чем логарифм 2n. Правильно? Потому что логарифм монотонно растет. То есть если n больше 10, то n плюс 10 меньше, чем 2n. Правильно? n больше 10. Ну, просто мы берем сокращаем n, у нас остается вот такое неравенство, которое по умолчанию верно, да? Да. Потому что мы берем n больше 10. Соответственно, логарифм от n плюс 10 тоже будет меньше, чем логарифм 2n. Правильно? Таким образом, про логарифм 2n мы уже из предыдущего случая знаем, что он будет равен O с логарифм n. Я просто помню. Ну, как бы, какая разница? 2 здесь, 10, 100 здесь. Констант. Если у нас функция ограничена сверху, функция, являющая O, большая, самая тоже является O. А, ну да, по определению. Понятно. Да, по определению ображения. Да. Ну и последний пункт, он, кажется, тоже. Последний пункт решается ровно так же, как и первый. Логарифм от n в десятый, на самом деле, это не уносит просто как у нас. Да, да, получается 10 логарифмов n. Ну и понятно, констант уберем равный 10. Да, это будет константа, и, соответственно, кошмар. Это будет давно. Так что это позитивно. Нет, нет, все в порядке. Тихонечко раскрываемся. Главное, так сказать, понимать, как устроена эта штука. Вот. Ну, то есть, понятно, что все рай, все три райса на самом деле верны. Вот. А о чем нам это говорит? Говорит нам это о том, что алгоритм это совершенно офигенная штука, которая съедает все. И умножение, и прибавление, и возведение в степень. То есть, если у нас под логарифм попало примерно все, что угодно, то все равно остается логарифм n, за исключением экспонента. Понятно, да? То есть, если у нас есть логарифм от e в степени n, то так уже не получится, потому что ты с правилом математики знаешь, что это равно n, что уже как бы сильно больше логарифм. Понятно, да? я не знаю, мы можем попробовать еще одну штуку доказать, но это будет такое обобщение, там мы уже будем говорить не про чиселки, а про функции. Вот. А именно, что если у нас есть две функции f и g, строго положительные, мы можем говорить исключительно о положительных функциях, потому что когда мы говорим о времени работы алгоритма, говорить в отрицательных значениях не приходится, к сожалению. Вот. Соответственно, если у нас есть две функции, то максимум из этих двух функций есть o большое от x суммы. Доказывается тоже достаточно просто, вам мы будем мучиться. Вот. Мы просто берем, опять же, раскрываем определение, вот, соответственно, и берем, собственно, b плюс g, соответственно, константы некоторых, так, давайте не выменять места граммства, кто сейчас запутывает. Вот, значит, у нас есть некая константа умножить на f плюс g, правильно? С этой стороны у нас максимум функции f плюс g. Максимум от функции f плюс g понятно, что в каждой, это не обязательно f или g конкретно, то есть в каждой конкретной точке это может либо f, либо g, то есть там, если у нас эти функции имеют два вот таких вот графика, да, блин, полк, что-то маркер одного цвета, в общем, короче, они оба волнистые, поэтому мы можем совершенно точно сказать, что максимум из этих функций меньше, чем 2 умножить на их сумму. Вот. Ладно. С этим понятно. Это основные инструменты, которые нам с вами потребуются дальше при анализе. То есть мы знаем, что мы можем отбрасывать все, кроме старшей степени в полиноме. Мы знаем, что в экспоненциальных функциях типа 2 в степени n, e в степени n, еще что-нибудь в степени n, мы можем отбросить константный свободный член, но не можем отбросить несвободный. Мы знаем, что в алгоритме можем отбросить практически все, кроме экспонента. Таким образом, примерно этого нам хватит, потому что более сложные функции очень редко встречаются при анализе работы алгоритмов и их чаще всего оценивают сверху соответственно тоже пленованы алгоритмами или экспонентами, потому что с ними легко оцифровывать, с ними легко работать. Понятно, что тригонометры не вылезают, потому что неприменимо к области, а всякие более сложные нерегулярные функции они просто чаще всего оцениваются пленованные распадываются вариантов и лора и так далее. Вот. Соответственно, инструментарий такой у нас. Теперь давайте вернемся к домашнему заданию. Кто-нибудь что-нибудь думал? Кто-нибудь чего-нибудь придумал? С помощью пирамиды. Может, лишиться? С помощью пирамиды. С помощью пирамиды какого урона? Ровного, да. Да, в смысле поиск? Динарный поиск, он очень, не поиск. Да, я понял. Хорошо, да, я понял. Как? Это очень правильно, это примерно то, о чем мы с вами сегодня. Бинарные ставки еще. Че? Бинарные ставки, по-моему, любые. Бинарные ставки, ну, поподробнее. Я не помню, ладно. Ну, на самом деле, ладно. Есть довольно много разнообразных сортировок, помимо того, что мы в прошлый раз рассматривали. Много есть все так же квадратичных сортировок, есть замечательная квадратичная сортировка пузырьком, может быть, знакомое название, когда мы бегаем по массиву, n раз пробегаем по массиву, вот, каждый раз переставляем местами все элементы, стоящие неправильном порядке. Знакомо? Ну, понятно, идея в том, что в результате все элементы, как пузырьки, потихонечку всплывают. А это тоже квадратичная сортировка, понятно, почему, потому что мы n раз пробегаем по массиву длины n. Соответственно, можно ее улучшить. Улучшить ее можно, во-первых, так называемый шоткат. Каждый раз мы не только переставляем, но еще мы запоминаем, была ли перестановка или нет. Если мы пробежали массив и не сделали ни одной перестановки, мы заканчиваем сортировку, потому что это означает, что она сортирована. Это нам поможет избежать лишней работы. То есть, например, если нам дали на вход уже распортированный массив, он только один раз по нему пройдет. И второе, более тонкое наблюдение состоит в том, что на самом деле после первого прохода, если мы сортируем от маленьких к большим, самый большой элемент уже будет на последнем месте. Понятно почему? Потому что как только мы его встретим, мы будем дальше его тащить за собой до самого конца. Поэтому в следующий раз нам будет достаточно пробежать все кроме последнего элемента и получить ровно то же самое свойство. Понятно, да? На самом деле нам надо каждый раз пробегать не n элементов, нам надо один раз пробежать n, потом n-1, потом n-2 и так далее. Таким образом получаем вот такую сумму равную равную n на n-1 пополам то есть 1,2 от n в квадрате плюс 1,2 от n как мы с вами сегодня уже в начале показали это все равно n-2 это все равно n-2 но это лучше чем n-2 это ну то есть лучше чем просто n-2 но это тем не менее большая датура то есть на больших данных существенной разницы мы не заметим но в некоторых случаях работать будет быстрее в этом тоже полезно вот ну как пример тоже о возможности улучшения алгоритма в мелочах без существенного изменения хорошо может быть у вас есть что-нибудь интересное по домашнему заданию нет к сожалению ладно ну в общем давайте попробуем выбиться за квадратичность как мы это будем делать на самом деле делать мы это будем начав если предыдущая глава у нас была глава 0 в которой обсудили некоторые инструментарии все мы главу 1 называться она будет Divide and Conquer разделяйте воз это семейство алгоритмов основная идея в данном семействе стоит в том что мы задачу разбиваем на маленькие подзадачи дальше все полученные результаты каждой маленькой подзадачи компонуем между собой каким-то таким образом чтобы получить в конечном итоге результат исходный подачи вот сейчас я расскажу подробнее как это работает опять же говорить мы будем о сортировке сейчас мы научимся сортировать массив за вот как я уже упоминал в прошлый раз это время очень хорошее ну то есть это значительно лучше чем n квадрат потому что если мы возьмем n равное миллиону да то n квадрат будет соответственно 10 12 правильно а n логарифм n это будет 10 10 сколько там у нас в десятых 20 то есть это будет примерно 10 в седьмом ну согласитесь в 100 тысяч раз быстрее это существенно в случае с миллиардом разница будет еще существенно логарифм действительно очень небольшая штука вот значит у нас есть массив ставим здесь место некий массив какой массив отсортировать проще всего массив из двух элементов это просто очень просто вот надо один раз проверить в правильном порядке или нет если неправильно поменять местами что же давайте сделаем так попробуем свести нашу задачу к сортировке массива в два раза меньше как мы это делаем мы это делаем делим массив пополам ну и если нечетное то почти пополам опять же как мы уже знаем ознакомлены с штукой под названием O смещение на константу на единичку оно вообще ничего не меняет берем две половинки массива и говорим что мы их отсортируем ровно тем же методом что и основной массив то есть мы их отсортируем тоже по объемам на два под массива отсортируем их точно таким же методом еще подъем их ну в общем до тех пор пока мы не получим кусочки состоящие из двух или одного элемента кусочки из двух или одного элемента мы уже сортируем в ту сравниваем элементы и меняем местами ну или вообще ничего не делаем если один элемент что предположим что вот эти вот два массива мы таким магическим образом как-то отсортировали да мы получили два отсортированных массива таким образом дальше с ними надо что-то будет сделать давайте выпишем генеральный план нашего алгоритма R наш алгоритм merge sort сортировка слияния что такое merge sort от массива до нулевого до AN как бы высший алгоритм самого высокоуровневого это merge sort массива от а нулевого до окатого ну от AN пополам давайте сразу merge сорт от AN пополам плюс 1 до AN минус первого и третий шаг так назовем merge вот этих вот двух массивов а нулевого до AN пополам до AN минус первого не хватает в нашем алгоритме очевидно одного не хватает условия выхода здесь на самом деле если должна быть проверка если ну вы пишете в тетрадке поэтому можете написать просто как-то выкладкой рядом что если либо равен 2 то просто сравнить два числа или ничего не делать с одним то иначе наш алгоритм рано или поздно упрёст сорт в то что мы пытаемся что-то бесконечно делать с массивами нулевой длины хорошо значит merge сорт у нас реализован уже вот он такой вот посмотрим на его шаги в первом шаге мы используем merge который у нас уже реализован во втором шаге мы тоже используем merge который у нас опять же уже реализован на третьем шаге мы используем merge который у нас к сожалению еще пока не реализован давайте его реализуем нам надо из двух отсортированных массивов одинаковой длины ну или отличающейся на 1 возможно если n было нечетным это совершенно немножко не влияет получить 11 отсортированный массив как это можно сделать у нас есть давайте выпишем их вертикально для так сказать пущей подсказки 1 а 1 а 1 и тут же рядышком с ним 1 2 и 1 и сложить нам надо элемент сохранить с то есть то есть у нас вот есть н элементов в двух кучах куча то что надо как только нашли место мы вставили уберемся на следующий элемент второй упорядочен то правильно мы берем первый элемент сравниваем все элементы которые меньше его кладем потом кладем его сравниваем второй со следующим все правильно это называется слияние напишите пожалуйста псевдокод или код на кетоне или код на си плюс-плюс или код на си шарты или код на джайя как хотите или ну на хаскеле не надо потому что это будет страшно на словах сказать проще я понимаю что на словах сказать проще но мы здесь за тем чтобы так сказать бросать себе некоторый вызов там бы силы мы у нас хорошо можно упустить давайте во-первых сначала сразу сейчас не будем усложнять все жизни не будем сортировать он пояс давайте зайдем третий массив в котором все спадают у нас есть а ладно ага хорошо технически он не обязателен как бы да это все всем понятно что мы можем не использовать дополнительной памяти сортировать прямо вот в тех штуках которые у нас есть но сейчас для наглядности мы будем все спадывать в рейтинге начнем так потихоньку в любом месте слое что какой-то из первого что больше чем а два с индексом жизни тогда у нас что А у нас записываем, а можно еще один, значит, пускай это будет ежень, как, да, напишем один туда, и счетчик тогда увеличим. Так, если иначе, тогда мы, а тут еще надо, тоже так увеличить, тогда мы по катая из второго, мы также уже увеличим, по увеличим. И это сделать только... Значит, это сразу обратил внимание... А, можно сделать просто цикл for, k от нуля до не получается. Ну, for не получится, ну, зачем? Ну, for отсюда, k убрать. k отсюда убрать, да, сделать. Тогда получится. Теперь давайте, значит, идея действительно реализована правильно. Но давайте обсудим ряд тонкостей, из-за которых люди не получают работу в престижных компаниях, все что-то, это ошибки, которые обязательно надо сделать. И вот сейчас мы их делаем, ровно за тем, чтобы не делать их потом. Мы действительно реализовали алгоритм, но мы напрочь забыли о краевых случаях. Вот, о том, что данные там разные лежат и так далее. Во-первых, самое настоящее. А что мы делаем, если эти элементы равны? Ну, просто надо проанализировать устойчивые или неустойчивые наши сортировки. Потому что у нас равные элементы, мы там не меняются местами или нет. Ну, это правильное упрямление, и наша задача это не нужно. То есть они должны сохранить свое положение? Нет, нам, если они равны, нам главное получить на выходе отсортированный массив из тех же элементов, что это там не указатели никакие, ничего, то есть нам плевать. На самом деле, если они равны, нам все равно, какой из них положитель. Поэтому мы можем здесь просто сказать больше, чем правило. И класть всегда из первого массива, если они равны. Это простая часть. Сложная часть вызвана тем, что вот мы здесь писали на плюсах, и примерно к 90% случаев этот код получит SegmentationFold. Почему? Понятно, нет? А, ну, может быть, ижи обнулить? Или не в этом? Нет, не в этом дело. Я в данном случае считаю, что как бы ижи у нас это все равно лучше. Понял, понял, понял. Понял, да? Да. На самом деле все очень просто. Представим себе ситуацию, что эти массивы, вот две половинки, так сложились звезды, что в итоге массив оказался уже отсортированным. Они идут подряд. Что мы делаем? Мы сравниваем первый со вторым, кладем первый, увеличиваем, сравним, кладем первый, увеличиваем. Так n пополам раз. На n пополам плюс первый раз мы берем i равное n пополам плюс один, выходим за границей массива SegmentationCode. Понятно, да? Или не очень? Мне не очень. Вот, значит, у нас вот этот код, да? У нас здесь есть цикл от нуля до n, правильно? Да. Значит, соответственно, пусть вот это условие так сложилось, оно выполняется всегда. Да? Понятно. Ну, то есть они вот так легли, что они уже отсортированы. Все прекрасно. Значит, мы берем на первом шаге сравниваем первый элемент, ну, нулевой элемент с нулевым, правильно? Кладем этот элемент сюда, понятно? На втором шаге сравниваем первый опять с нулевым, кладем элемент сюда, правильно? На третьем шаге сравниваем второй с нулевым, понятно? На n пополам шаге сравниваем n пополам минус первый с нулевым, ну, понятно. Вот n пополам плюс второй шаг, он нам все испортит. Потому что мы попытаемся взять здесь n пополам плюс первый элемент, которого там нет. Потому что это массив длины n пополам. Понятно? Ну, в итоге вы вести дополнительные условия. Если у нас один массив закончится, у нас оставшиеся второго массива просто вписать туда. Просто доложить весь туда. То есть, прежде чем проверять соотношение между двумя элементами, неплохо вы проверите, есть ли эти элементы. Это, на самом деле, очень такое важное правило преобращения с массивами. В том же питоне это вызовет у вас просто run-time error при компетации. В C++ это будет administration fault в арене завершения программы. В старые добрые времена это приводило к зависанию компьютера. Это было очень неудобно, когда при дебаге тебе приходилось постоянно его приближать. Понятно, да? Это все поняли? Надо выписать необходимые условия или понятно, как это должно выглядеть? Хорошо. Опять же, нас подводят размер доски немножко. Сейчас мы что-нибудь с этим придумаем. За то, что это массив все помним, да? Я надеюсь. Разбитый на два. Вот у нас здесь цикл. Да, еще очень рекомендую конкретно про плюсы всегда использовать infix на оператор C++, потому что он не копирует. А здесь нам явно не надо копировать. Ну это так, чисто этот самый. Прежде чем мы входим вот в этот if, нам надо проверить, что оба элемента, которые мы хотим сравнивать существуют. Значит, если it больше, чем n пополам, соответственно, тогда первый массив кончился, надо второй массив просто положить обратно. Значит, берем и просто перекладываем по G. Значит, G у нас уже есть, G меньше, чем n, плюс плюс G. Так, то, что я пишу на плюсах, никого не смущает. Все понимают конструкцию. А вот это плюс 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 что значит? Плюс плюс это увеличить на 1. Ага. Вот, соответственно, просто взять и переложить его. То есть, A, 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 A. Соответственно, K равно A2, A, G, здесь увеличиваем, блин, мне не хватает доски. Мы их увеличиваем, K, и по окончанию цикла выходим. Потому что больше нам ничего делать здесь не надо. Мы уже пошли весь. Мы здесь ставим break. К сожалению, мне не хватило места для того, чтобы написать вторую часть, но она ровно точно такая же, только для случая, если у нас второй массив закончился. Мы просто перекладываем элементы. Ладно, надо писать как-то компактнее, потому что иначе это выглядит ужасно. Вот. Понятно. Или стереть и все переписать? Как лучше? Да-да, понятно. Хорошо. Все, замечательно. Все поняли алгоритм чудесный. Да? Теперь давайте поймем, чем же он так прекрасен и почему он работает за алгоритмом. Для этого посчитаем количество действий, которые мы сделали на каждом, словно говоря, шаге нашего алгоритма. Потому что построен он немножко по-другому, чем все предыдущие алгоритмы, которые мы рассуждали. Он вызывает сам себя. Шагом нашего алгоритма мы назовем этот самый вызов сам себя. Правильно? Эта структура характерна для всех алгоритмов категории divide and counter. потому что мы разделяем входные данные на более мелкие порции. Вот. И выполняем на них алгоритм. И делаем еще какую-то дополнительную нагрузку. Соответственно, введем некоторую терминологию. Вот. Это ветвление. Ветвление в данном случае это сколько раз на третья алгоритма мы вызываем сами себя. То есть на сколько порций мы разделили входные данные. И, собственно, твердим дополнительное нагрузка. Это работа, которую мы делаем вне вызова самого себя. В случае с MESH, опять же, давайте выпишем, так сказать, по уровню алгоритма. Значит, мы вызываем самого себя на первой половине. Вызываем самого себя на второй половине. И мерджим эти две половины. Так. Значит, что мы получаем с ветвления? То есть мы каждый раз бьем на две части. Вот это все проявление. И дополнительная нагрузка у нас лежит здесь. Это мердж. Чтобы понять, сколько нам потребовалось сделать операций, давайте обозначим операцию, соответственно, сделанную в мердж это k. Вот. Количество вызовов мердж-сорт это будет l. Правильно? Тогда количество операций, которые мы сделали вообще, будет равно l умножить на k. Правильно? Именно каждый вызов мердж-сорт вызвали два раза еще себя. Это константа какая-то. Два раза вызвать. Разоминовать функцию еще что-то, в любом случае константа. И мердж. Ну, сколько операций мы сделали в мердж? Ну, условно, n плюс. Да. Ну, мы сделали... В краевом случае мы сделали n, обычно мы сделали меньше, но n примерно. Вот. То есть мы сделали o от n операцию примерно. Каждый раз. Понятно, да? n, значит, o от m. Здесь у нас получился большой отмет. Первый вопрос. Сколько раз мы вызвали сами себя? Тут, как раз, доничный алгоритм от длины осел. Правильно. Потому что мы разбили себя на 2, потом еще 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 на 2. То есть получилось, что мы... Логарифм. Да. Получили двоичный логарифм. То есть у нас получается, что k это o от n, а l это логарифм n двоичный. То есть всего операции мы выполнили логарифм n, может, на o от n. Понятно, что функцию можно занести под скобку. И так вот получилось, выполнили n логарифмов, n операций. Вот, так сказать, это первый раз, когда мы с вами рассматриваем серьезный алгоритм и проводим его анализ. Это, в некотором смысле, будет базовая, так сказать, сценарий проведения межкостных занятий. Рассмотрение алгоритмов, анализ алгоритмов. Вот. Сопровождаться будет, там, разбором структур данных, так же. Но базовый сценарий именно такой. Все понятно. А почему мы не оцениваем количество операций в межкостных акцент, если у нас такое количество операций может быть только на склее на самом верхнем уровне? Да, на остальных уровнях. В остальных уровнях будет, соответственно, меньше. Меньше. Но мы это просто не можем учесть и поэтому оцениваем как n или же... Мы оцениваем это как n, потому что мы, к сожалению, не можем ничего... Ну, то есть, понятно, что там на низших уровнях это будет 1n раз. Понятно. На следующем уровне это будет 2n пополам раз. Понятно, да? Вот, давайте нарисуем, что тут происходит вообще. Сейчас я вас немножко познакомлю с такой базовой штукой, которая называется дерево. Пока что я вас познакомлю с этой штукой как исключительно визуальное представление. И у вас появится понимание, что же это вообще за штука такая. А потом мы еще будем говорить о дереве как в структуре данных. Значит, что такое дерево? Дерево... Граф... Представьте себе карту. У нас есть карта, на карте есть города и дороги. Вот есть какие-то города. Они как-то соединены и дороги. Тут есть еще какой-то город одинокий. Есть я не соединенный. Тут еще какой-то город. Вот. Это и есть граф. Если более формально, это набор вершин, соединенных ребрами. Это просто набор каких-то вершин, каких-то точек, точками... Это может быть любая абстракция. Соединенных ребрами. Ребра тоже могут быть любой абстракцией. Главное то, что это именно какие-то вершины по каким-то признакам соединенные. Граф бывает самый обычный, как вот здесь вот нарисован. Просто две вершины могут быть соединены максимум одним ребром. И ребра обычные. Граф может быть направленным. Тогда у ребр появляются стрелочки. Например, на стороннем движении. То есть из этой вершины в эту есть ребро. А из этой в этой его уже нету. Граф может быть также мультиграфом. Это когда между вершинами может быть несколько ребр. Ну и всевозможные комбинации. Там направленный мультиграф и так далее. Наверное, важно еще заметить, что это не геометрическая абстракция. То есть половине... Абстракция, грубо говоря, в самом что ни на есть абстрактном понимании слова абстракция. То есть это некое множество, в котором мы говорим о том, что некоторые его элементы соединены. Понятно? Обязательно соединены. По какому-то признаку. Не знаю. Вот у нас сидят здесь люди. Можем сказать, что два человека соединены, если они любят одного и того же режиссера. Мы получим граф любви к режиссеру. Это не очень корректное определение. Потому что что делать с тем, если больше, чем два человека? Окей, они будут соединены. А просто получится. Получится цикл какой-то. То есть дальше на этом графе можно проводить исследование. Разбить его на компоненты связанности. Что вот эти люди любят таких. Не знаю. Социальная сеть представляет из себя граф. То есть это тот же ВКонтакте. Каждой вершинами являются профили для людей. Связями являются взаимоотношения друг. Более того, ВКонтакте является направленным графом. Потому что ты, может быть, на кого-то подписан, в то время как он на тебя не подписан. Соответственно, если вы являетесь друзьями, то у вас получается вот такое время подшение. Вот такой простейший жизненный пример графа. То есть графы, они повсюду. Все, что так или иначе имеет какую-то структуру связей, может быть представлено на виде графа. Вот. В графе дальше могут быть пути. Да, у нас есть. Вершина вот это вершина 1, это вершина N. Путь между этими вершинами, это какая-то последовательность ребер, которая приводит нас из первой вершины в N. Есть понятие связности графа. Связность графа. Граф называется связным, если из каждой вершины можно добраться до каждой. Вот. Мы сейчас не будем погружаться тоже в теорию, я просто дам определение, никакие там свойства доказывать не будем. То есть очень долго. Вот. Соответственно, как не сложно догадаться, если у нас есть понятие связности, может быть не связанный граф, который, получается, разбивается на компоненты какие-то. Ну, то есть, например, в нашем случае вот этот граф будет связан, и вот этот граф будет связан в родное вершине. Между собой они не связаны. Эти штуки называются компоненты связности. То есть, если граф не связан, его можно разбить на некоторое количество связанных под граф. Вот. В графе могут быть циклы, как, например, вот этот. Да? Что такое цикл? Понятно. Замкнутый путь. То есть, путь из вершины 1 в вершину 1, но, как бы, при этом вот такого пути его в данном случае не существует. Потому что нет ребра из вершины 1 в вершину 1. Вот. Эта штука называется граф. Такие у нее чудесные свойства. Теперь, что такое дерево? Дерево — это, на самом деле, просто связанный граф без циклов. Это граф, в котором все вершины между собой соединены. Так, я думаю, что нам… Вот сейчас я вам расскажу, что такое дерево, и мы будем заканчивать. Все вершины между собой соединены, но циклов нет. Зачем эта абстракция нужна? Эта абстракция нужна за тем, что ее можно подвесить за одну из вершин и получить вот такую вот штуку. То есть мы взяли, прибили одну вершину условной доске. У нее есть какие-то вершины, с которыми она соединена. Так. У каждой из этих вершин еще есть какие-то вершины, с которыми они соединены. А у этих, допустим, нету, да, где-то еще такие-то, здесь еще… И заметьте, что у каждой из этих вершин множество соединенных не пересекаются, потому что иначе мы получим цикл. А по определению дерева у нас цикла нет. То есть мы получаем некую слоистую структуру. Нулевой уровень, первый уровень, второй уровень, третий уровень. Вот, собственно, в этой слоистой структуре есть некие определения. Вершина, которая находится на самом верху, называется корнем дерева. Вершина, с которой она соединена, называется ее детьми для каждой вершины. Вершина, с которой она соединена на уровне ниже, называется ее детьми. Вершина, с которой она соединена на уровне выше, называется ее родителем. родитель и от нуля до бесконечности детей ясно вот зачем эта абстракция нужна абстракция то нужна очень много для чего но нашем случае она нужна чтобы визуализировать наш алгоритм визуализируем его следующим образом у нас есть наш основной массив который вы погибли на 2 который мы в свою очередь еще на 2 так далее то есть это схема работы нашего алгоритма в каждой ноде на мёрджа мы делаем n делись на 2 в степени номер уровня операции на мёрджа а уровней поскольку мы каждый разделе или на 2 уровни у нас посчитали немного неверно потому что мы мы оценили просто сверху вот и сейчас мы ведем более более точный подсчет и мы изначально считали узлы в дереве а надо было считать просто количество слоев количество слоев на самом деле мы посчитали количество слоев потому что это было не так очевидно то есть у нас получается что в каждом узле мы делаем один мердж вот с таким количеством операций всего уровней у нас логарифм n сколько мы сделаем операции на каждом уровне на общее количество операций получается равно n то есть на каждом уровне мы сделали ровно n операций уровне логарифм n всего мы сделали ровно n логарифм n операций то есть наш алгоритм он работает не просто за фо большого а там логарифм n работает ровно ну домашнее задание попробуйте написать его на чем-нибудь запустите что-нибудь и сортировать на питоне написать в чем угодно логарифм Продолжение следует...